Сейчас у студентов идут сессии. Тем, кто гадает, что получит на экзамене, предлагаем воспользоваться старинным методом испытать судьбу, который придумали мамы гимназистов. Понадобится пять открыток. Брали маму в эту руку и другой сбрасывали по одной картиночке. Ну вот у нас получилось две троечки, остальные круглые пятёрки. То есть, ну, почти хорошие стрибетёнок. Когда картинка кверху, это пятёрки сплошные, а вот это и тройки, и четвёрки, и двоечка иногда может. Тем, кто в этом году задумался испытать свои любовные отношения, можно предложить погадать на спичках. В коробок со спичками по углам ставят две спички. Это он и она. Гадающие про себя задумывают. Где он, а где она? Предмет мечтаний. Потом спички зажигаются. И смотрим. Если головки спички повёрнуты в одну сторону, это значит, очень крепкая дружба связывает. А здесь один из них находится в размышлении. И вообще, даже, мне кажется, слегка на сторону поглядывает. У современных городских жителей, помимо свечей, просок, карт и спичек, есть много других способов гаданий. Даже в собственном подъезде. Задумали желание в полночь, подошли и ждёте. Вот загудел мотор лифта. И вы смотрите, если вверх, 100% исполнение желаний. Если вниз, ну что, препятствия, желание желательно на время отложить. То же самое и по вашему верному другу. С сотовому телефону или обыкновенному телефону. Задумали желание, ждём. Кто первый позвонит в течение вечера, а ещё хорошо в полночь. Мужчина, желание 100% исполнится. Женщина, не надейтесь. Для мужчин закон обратный. Если первый позвонит женщина, желание сбудется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова